Всем привет! Сегодня посмотрим на пороге каких событий вы стоите. Что Вселенная вам готовит? Что Вселенная вам готовит события при вашем пороге? Четверка кубков. Какое-то предложение при вашем пороге. Кто-то вам что-то предложит. Это какое-то предложение, которое натолкнет вас на определенную мысль. А нужно ли мне это? Здесь туз мечей. Предложение, которое, с одной стороны, может показаться привлекательным. И будет даже какое-то время вам казаться, что вам стоит его принять, потому что оно перспективное. Но по итогу, по карте маг может так в итоге произойти, что вы это предложение не примете, потому что как-то вам неуютно, некомфортно здесь, в этом пространстве, которое вам предлагается. При пороге еще какая-то ситуация. Вот это одна ситуация, которая как-то вас вроде заинтересует, но в то же время вы ее будете отторгать. Может быть, вы как-то погрузитесь в самую суть и поймете, что оно вам не нужно. Потому что здесь еще и вторая ситуация. И вот тут как-то уже, как-то здесь уже более благоприятно все будет происходить, более гладко. Вот тот формат ситуации, который вам наиболее близок. Вы скажете мне вот это ближе. Возможно, это какой-то выбор между тем, что стремительно по тузу мечей может принести вам то, чего вы ждете сегодня. И вторая ситуация, ну, более такая какая-то деликатная, более мягкая. Результат может быть здесь не настолько многообещающий, картинка внешняя не столь красива и привлекательна. Но именно вот этот момент, скорее всего, вы выберете, и выберете интуитивно, вы это прочувствуете, что это ваше. И вот здесь вам будет гораздо более уютно. И как-то подход именно по этим обстоятельствам, к тому, что сейчас для вас имеет большое значение, будет наиболее верным. Наиболее верным. Он приведет вас к результату, к победе, к успеху, к достижению вот какого-то нового уровня, может быть, к чему вы стремитесь сейчас. Вот два события какие-то. Что еще предстоит? Что еще предстоит? Предстоит вам конкуренция, отстаивание чего-то своего. Возможно, это будет касаться финансового какого-то вопроса. И здесь по колесу фортуны может произойти что-то неожиданное, какой-то случай, может быть, подвернется. Весьма для вас неожиданный. У вас здесь как зависшая ситуация. Вот что-то связано с деньгами, и ситуация идет конкуренции. Какой-то вопрос, который никак не разрешается денежный. Там несколько людей вмешиваются или претендуют на что-то. или как вам преграду делают, чтобы вы эти деньги не получили, чтобы вы этот ресурс не использовали по своему усмотрению. Здесь есть охотники за вашими какими-то успехами, достижениями где-то в финансовой сфере. Вот вы куете пентакли, вы очень много работаете. Ну и много желающих у вас перехватить вашу удачу, ваши достижения, ваши наработки. И что здесь будет? Вы будете какой-то проект новый начинать. Это новая работа, это новый проект на работе, это какая-то сделка. Проект что-то, что вы заключаете на бумаге, подписываете. Это вступает в реализацию, это начинается, это стартует, это обещает вам чуть позже какой-то доход. Здесь денежная ситуация, идет именно деньги. Ух, чего ожидать? Ну, ожидать по десятке мечей и подстав, и обманов. Но главное, что вы должны для себя понимать, это то, что вы идете к своей мечте. У вас путь к мечте, он сложный достаточно. Вы много работаете. И вы, конечно, имеете право реализовать все так, как вам хочется. И у вас будет такая возможность реализовать все, как хочется. У вас и деньги будут. Очень много пентаклиевых карт идет в этом раскладе, что говорит о приумножении денежном. Будет денежный поток очень неплохой, будет рост, развитие. Будет возможность улучшить свое финансовое положение, причем значительно улучшить. До такого уровня поднять собственное материальное благополучие, что вы даже свою мечту какую-то начнете реализовывать. Вот по девятке кубков. То есть при пороге события, поднимающие вас куда-то вверх. И прежде всего это приумножение материальных благ. Это начало какого-то проекта для вас. Или знаете, как какое-то дело относительно денег сдвигается с мертвой точки. И вы то ли эти деньги себе отвоевываете. То ли вы их реально как-то зарабатываете достаточно быстро. Но у вас идет реализация мечты, как начало реализации мечты. Остерегайтесь подстав, обманов, людей, которые могут вам преграждать путь, которые могут обманывать, наводить туман. Эти люди могут ввести вас в состояние резорности, когда вы не совсем можете понимать, что происходит, где суть. Иногда же бывает так, что вот так обрисуют нам ситуацию, заманчиво, красиво, привлекательно, что мы даже поначалу не понимаем, где кроется суть. Мы теряем как бы ту ниточку, за которую мы цеплялись. А эта ниточка и есть суть. Это то, что нас ведет по дороге правды, по дороге нашей удачи. Вам надо не потерять вот эту ниточку, потому что вы к своей мечте идете. И никуда не сворачиваете. Никуда. Папа Жужезлов. Какой-то переход вас ждет из одного состояния в другое. Что это за переход? Здесь как смена пространства, смена людей, коллектива, смена энергии в отношениях. Это может быть и расставание с кем-то, это может быть и встреча с кем-то новым. Обновление в отношениях. В межличностных отношениях. Может быть, знаете, как вы над этой ситуацией начинаете работать. И работать может быть даже как-то и жестко, с одной стороны, и строго. И контроль какой-то усиливать будете. Будете следить, чтобы не вмешивались люди в ваш мир. И кто-то даже будет воспринимать вас несколько такой холодной личностью. королевы мечей, холодная дама, да, с таким очень колким сердцем. То есть она может и уколоть, она может и проявить жесткость, и строгость. Но при этом она же целенаправленно. Она понимает, что свое пространство нужно защищать. И вы начинаете защищать свое пространство, беря ситуацию в собственные руки. По карте влюбленные при пороге у вас еще какой-то выбор. Вселенная вам готовит выбор между чем-то и чем-то. Какой-то очень для вас важный, глобальный. Между чем-то и чем-то. Между тем, чтобы остаться в тех обстоятельствах, в которых сегодня вы находитесь, и пытаться там что-то перезагружать, или же воспользоваться тем, что само идет в руки. Вот такой интересный выбор. Ее яблочко здесь. Ее яблочком угощают, да? Это, как знаете, свыше реально вам подарок какой-то. Какая-то возможность, которая вам дается, и вы можете, в принципе, ей воспользоваться, чтобы что-то изменить к лучшему. Чтобы какой-то подъем желаемый совершить. Ну, вот у вас выбор между какой-то историей, где вы боретесь с чем-то, и там, где вам не нужна будет эта борьба. С чем вы здесь боретесь? Что это за ситуация? Ну, вы боретесь с каким-то устоявшимся миром, с чем-то, что давно устоялось. Ну, вот эта система работает именно так. Вас это не устраивает. Вы там чувствуете дискомфорт. Вы там пытаетесь как-то утвердиться, закрепиться. Вы пытаетесь выразить там свое мнение, показать себя. Вы пытались, может быть, над этой ситуацией работать. Пытались изменить как-то ее. Но по итогу на вас сыпятся какие-то камни. Что-то... Знаете, как вот на ваше действие идет противодействие. На вашу попытку внести что-то новое в эту ситуацию, как бы происходит все с точностью да наоборот. Вы хотите улучшить ситуацию, вывести ее на новый уровень, но получается по итогу, что это только добавляет вам проблем. Как-то вот так. А здесь что? Что за новая дорога? Здесь вам как бы само дано будет что-то. И бороться вам ни за что там не нужно. Там исполнение ваших желаний каких-то на этой дороге. Там может быть и человек какой-то важный, судьбоносный на этой дороге. Тут вообще очень много важного и значимого. А вы эту дорогу вообще видите, рассматриваете для себя? Скорее всего, вы погружены сейчас вот в эту борьбу. Пытаетесь там что-то удержать, отстоять, исправить. Да, упорно пытаетесь что-то исправлять. Вам это вообще нужно? Видите ли вы дорогу новую? Новую дорогу. Нет, карта смерть. Видите, карта смерть, она перекрывает карту ту скобков. И это говорит о том, что вот она, полная чаша вашей судьбы. Вот все то, что вы хотите. Вот этот мир, где вы будете счастливы. Но вы его не видите. Вы вообще как-то на него и ставку даже не делаете. Как вы увидите вот этот путь? Видите, что Вселенная при пороге вам приготовила? Какой-то выбор. Но именно через выбор вы увидите вот эту дорогу. А иначе вы ее никак не увидите. Пока нас высшие силы не подведут к ситуации, когда или-или нам деваться уже некуда, надо выбирать. Мы же не увидим то, что вообще есть хоть какой-то выбор, какой-то вариант. Здесь полная пассивность. Вы рассчитываете почему-то на какую-то одну ситуацию. Вы видите ее именно вот в каком-то одном определенном формате. Вот как она развивается, вот так должно быть. Тут как остановка происходит у вас. Остановка. Через что вы видите вот этот выбор? Ваше сознание перезагружается. Что-то вас останавливает. И начинается перезагрузка. Ну как знаете, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Какая-то проблема возникнет, заставившая вас остановиться. Вот перестать продолжать вот эту дорогу. Перестать строить вот здесь воздушные замки. И вы переходите вот сюда. Вы понимаете, что вот здесь вам комфортнее. И там не надо бороться. И там все проще. И вы перенаправляете своего коня. Паруцарь уже глоботно на эту дорогу. Вот это то, что при пороге. Что еще Вселенная вам готовит? Что еще? Карта Звезда. Исполнение какой-то надежды, каких-то мечт и желаний. Карта Мир. Гармонизация вашего пространства. Избавление от каких-то врагов. Избавление от завистников. У вас много завистников. Люди завидуют на вашу удачу какую-то. Может быть здесь зависть идет на материальное что-то. Вы что-то реализовываете лично для себя. Лично для себя идет реализация. Вот того, что я хочу. Но вы об этом как бы не рассказываете всем. На каждом углу. Это что-то личное. Это что-то такое интимное. Это реализовывается у вас. Это приносит вам плоды какие-то. Первые плоды. Вот что-то, о чем вы не рассказываете. Но очень этого ждете. Этого исполнения. Лично для себя. В глубине своей души вы прячете это желание. Но оно очень греет вам сердце. Да, по шестерке кубков. Вот оно исполняется. Туз. Туз Пентакли. Туз Пентакли. Вы как заработали его. Вы заплатили достаточно дорогую цену. Вот за это судьбоносное исполнение. Вот она карта восьмерка. Меч. Прошу прощения. Тройка мечей. Это ваше страдание. Та самая дорогая цена, которую вы заплатили за собственную удачу здесь в будущем. Ну, надеюсь, что этот расклад был для вас полезен. Будьте готовы. Выбор у вас такой будет интересный здесь. Не спешите с выбором. Иногда мы не рассматриваем что-то новое. Держимся за старое, пытаясь там переломить ситуацию. Вот здесь это не нужно делать. Это бесполезная потеря энергии для вас. У вас дорога открывается проще, легче, интереснее, счастливее, удачливее. Не пропустите ее. На сегодня все. Всем пока. До новых встреч.